Здравствуйте! В эфире программа «Мужской сезон» и мы ее ведущие Анастасия Гарусова и Евгения Левин. Снова, уже во второй раз, мы посетили международную оружейную выставку «Амсенхантинг». Это была прекрасная возможность встретиться и пообщаться с разработчиками-производителями оружия, боеприпасов, оптики и аксессуаров. Настя, некоторое время назад большой ажиотаж вызвал вопрос, приравняют ли законодатели сверловку «Ланкастер» к нарезному оружию. Были ли разговоры об этом на выставке? Жень, да, конечно же были. И некоторое время назад с этой инициативой выступил депутат Александр Хинштейн. Его логика была такова, что огнестрельное гладкоствольное оружие сверловки «Ланкастер» за счет как раз-таки его особой сверловки ствола по своим тактико-техническим характеристикам не уступает нарезному. Депутат предложил установить порядок приобретения оружия модели «Ланкастер» аналогичный порядку приобретения огнестрельного нарезного оружия. Но в Минпромторге и у законодателей такая позиция понимания не встретила. Несмотря на то, что оружие со сверловкой «Ланкастер» превосходит характеристики классических гладкоствольных калибров, оно все равно не дотягивает до нарезного оружия. Так что можно расслабиться, «Ланкастер» будет жить. Что нового на оружейном рынке смотрите в нашем следующем сюжете. Международная выставка «Амс инхандинг» распахнула свои двери для любителей оружейного мира. Обзоры всех новинок крупным планом и прямо сейчас. Поехали! О «Ланкастере», «Новинках» и отечественном производителе мы поговорили с Андреем Шелестовым. Много всего компаний производят, делают новинки. Здесь представлены как раз на выставке самые новые разработки и товарные группы, которые хотят компании показать потребителю. И поэтому выставка очень важна. Приходите, смотрите. Сейчас, слава богу, наши законодатели отодвинули идею с «Ланкастером», и это уже хорошо. Но чем больше будет внимания, чем больше будет покупателей, тем, соответственно, больше будет новых товаров. Рассказывать про каждый отдельный бренд займет очень много времени. Сам, допустим, выпустил очень бюджетное изделие, бюджетную винтовку, которую стреляли, тестировали. Все на канале у нас можно посмотреть. Где-то вот так вот. Отечественные производители подтянулись? Отечественные производители тоже работают, но хотелось бы, чтобы активность у них в этом направлении была больше. Вот. Надеюсь, что они пересмотрят свою концепцию. Вот. Хотя они производят что-то новое, но новое у них в большей степени – это апгрейд чего-то старого. Что нового у одного из лидеров рынка боеприпасов? Три абсолютно новые линейки в этом году. Это «Русский охотник», это «Сибирь» и это линейка «Азотгейм». Из принципиально нового продукта – это линейка «Азотгейм». Мы подписали контракт с фирмой «Баскерия и Пелагри». Это итальянский производитель премиум сегмента. И он дал нам лицензию эксклюзивную на использование его гильзы системы «Гордон Систем», которая позволяет скомпенсировать отдачу. Высто становится более мягким и комфортным. Плюс это двухкомпонентный порох, который в сезон зимы русской и осенне-весеннего периода дает максимально стабильные показатели. Питерская компания порадовала любителей охоты по Перу своими современными чучелами. Муляж гуся, сделанный из материала «Софт-пласт», легкий по весу, компактный по объему, легко сминается, доставляется на место охоты, также легко расправляется, ставится на стойку, устанавливается вся стая в течение 10 минут. Преимущество этой модели в том, что она очень легкая, очень компактная. И один человек может унести до 60 гусей. Плюс покраска сделана так, что он не бликует, не дает бликов. Птица не боится, легко подсаживается. И любую стаю гусей можно легко посадить подсадным муляжам. Тульская компания в этом году представила ряд новинок в линейке спортивных ружей. Интересной особенностью модели является полностью регулируемый приклад. Под себя можно строить гребень, затыльник и рукоятку. В разработке этих спортивных ружей вот уже более 20 лет принимает участие заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Олег Николаевич Кулаков. Ружье функционируется сначала как для детской спортивной школы. Оно имеет маленькую 7-130, но оно и для высшего мастерства подойдет. Значит, у нее приклад меняется по всем. Ружье растет вместе со стрелком. Это, значит, первое, если взять амортизатор по длине, уходит, когда ребенок растет, он просто поворачивает два линта, амортизатор отходит. Ружье становится более длинным. Короче, вот концепция построения моего ружья, я решил это сделать все-таки для нашей страны. Хотим мы выпустить недорогое спортивное оружие для детской спортивной школы. Вот функционально оно построено. Ну, все, что вот я знаю, я воплотил. Ну, конструкция, конечно, это затулы, а мое только, так сказать, ну, концепция построения этого оружия. Имя Цезаря Гуирини, хозяина и директора оружейной фирмы, потрудившегося изначально на ведущих конструкторских должностях в компании Фабарм, знакома многим. Накопленный там опыт позволил Цезарю быстро наладить выпуск относительно недорогого, но качественного оружия, которое должно было по его мысли вобрать в себя все самые современные технологии. Это отражено даже в дивизии компании, которую можно перевести как «Качество старых мастеров и высокие технологии». В этом философия компании. Но время идет, и вот теперь компания представляет оружие, приближенное к классу люкс. Это попытка уйти, по крайней мере, сегодня в суперлюкс в производстве «Копытчево». В чем отличие от модели? От применения всяких вишечек, то есть это люксово-трудный, в действительности, в действительности. Это планочка невентилируемая, сужающаяся к дульному срезу. Это… Облегчили вы, наверное, это… Это двадцатый, это посоль здесь, посоль здесь. Это ложа «Принц-Вольтский». Как бы это, как бы, соответствует ружью очень высокого класса. Хорошо известная итальянская оружейная компания на выставке официально представила новую серию спортивных гладкоствольных ружей 12-го калибра «Беретто-694», которая была разработана совместно с профессиональными стрелками из числа «Беретто-шутинг-тим». Эксклюзивное знакомство с новинкой провел представитель компании «Маркос Фернандес» и ведущий бренд-менеджер «Иракли Григалая». Значит, в этом году главными новинками среди «Беретто» это ружье «Беретто-694» и «Беретто-1301.com.pro». Главное отличие по ружью «Беретто-694» это замена платформы на «692», на новую, более совершенную. Она отличается новой формой, более эргономичной формой приклада, новой формой ствольной коробки, которая более динамичная, более агрессивная, более современная. И новое цевьё, элементы которого сделаны из стали. То есть у нас получается сталь на сталь. Да, и вторая новинка – это модель «Беретто-1301.com.pro». Здесь, соответственно, главное отличие в том, что здесь стоит магазин от «Тони Системы». Это современный магазин из алюминия. Кроме того, поставлен кик-офф на приклад, что позволяет сокращать влияние отдачи на плечо. И, кроме того, увеличенный лоток подавателя. Также лоток подавателя находится в предпозиции для того, чтобы было проще заряжать и быстрее патроны. Для людей, которые стреляют в практике, это очень важный момент. Поэтому это хорошая история для таких оружий. Подобные выставки помогают любителям оружия не только узнать о новинках, но также потрогать, повскидывать оружие. Даже если приобрести его, возможности нет. А также это возможность узнать о новшествах и напрямую пообщаться с разработчиками и производителями оружия и боеприпасов. Оптики, одежды для охоты и аксессуаров. В начале охотничьего сезона мы задали несколько вопросов заместителю начальника управления по охране животного мира Константину Александровичу Никулину. Мы спросили про самые часто встречающиеся правонарушения охотников, поговорили о грядущих изменениях законодательства. А также Константин Александрович дал напутственное слово охотникам в начале сезона охоты на копытных. В интервью Константин Александрович отметил, что количество охотников растет в среднем на полторы-две тысячи в год и в настоящее время составляет более ста тысяч. С первой субботы сентября открылся, наверное, самый популярный среди охотников сезон. Это на боровую и водоплавающую дичь. Какие самые частые нарушения совершают охотники, чего не стоит делать и с чем сталкиваетесь вы в ходе рейдов? Ну, так скажем, самые частые нарушения, они связаны с тем, что человек при приобретении разрешения на добычу в охотничьих ресурсах не всегда уточняет границы охотничьих хозяйств, поэтому, когда начинается проверка разрешения на добычу на территории одного хозяйства, оказывается, что у него на территории этого хозяйства разрешения нет, оно на территории другого хозяйства. Это, соответственно, является нарушением. Также у нас необходимые другие разрешительные документы охотники забывают с собой иметь. То есть это охотничий билет, разрешение на оружие забывают дома. Также это провоз собранного оружия на автотранспорте, собранного незачехленного оружия, собранного заряженного оружия, снаряженного оружия на автомобилях, а также на моторных лодках, с включенным мотором, не прекратившим движение по инерции. Ну, еще у нас нарушение, могу сказать еще одно, которое охотники, это отметка добычи. То есть непосредственно хочу сказать охотникам, что до начала транспортировки или до начала первичной переработки, то есть до начала теребления птицы, нужно сделать обязательно отметку разрешения на добычу с обратной стороны. Константин Александрович к самым частым правонарушениям отнесся нарушение границ охот-хозяйств. На прошедшей выставке «Технопром» была представлена компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения как раз для охотников. Как же современные технологии приходят на помощь любителям охоты? Идея была на поверхности. Мы взяли привычный для всех функционал мобильных навигаторов, их сегодня огромное множество. Добавили туда наши охотничьи карты, добавили сервис уведомлений. И сегодня каждый наш пользователь, каждый охотник, который пользуется нашим сервисом, приближаясь к границам охотчих угодий, получают уведомления и тут же понимают, что он находится в той самой опасной ситуации, когда лучше эту самую границу не пересекать и оставаться как в пределах границ охотчих угодий, так и в пределах правового поля. Константин Александрович напомнил охотникам о том, как правильно вести себя при встрече с госинспектором, а также поговорили о их полномочиях. Давайте напомню охотникам, что прежде чем охотнику выйти в охотничьи угодья, он обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, если таковое при себе имеется, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, если он находится в общедоступных охотничьих угодьях, если он находится в приписных охотничьих угодьях, то есть на территории юридических лиц, то он обязан с собой еще иметь дополнительное к разрешению путевку. Эти документы он должен непосредственно предъявить по требованию все эти документы государственного инспектора. Непредъявление этих документов влечет по статье 8.37 по части 3 ответственность, которая влечет за собой лишение права охоты. Госинспектор имеет право проверить все эти разрешительные документы, также имеет право останавливать автотранспортные средства, досматривать автотранспортные средства, проводить досмотр личный охотников, также имеет право изымать разрешение, то есть изымать продукцию охоты, изымать непосредственно орудия охоты, также имеет право составлять протоколы административного правонарушения на граждан, Имеют право применять служебное оружие, применять физическую силу, доставлять граждан. То есть полномочия госинспектора в плане очень сильно расширены. Важно помнить, что досмотр транспортного средства, а также изъятие, могут быть произведены и в отсутствие понятых при наличии видеофиксации. Сейчас новая волна пошла вообще по всей России. Видео за видео выкладывают, как охотники приезжают в охоту года перед началом сезона. Допустим, 0-0 часов открытия сезона, их ловят инспектора за 3 часа до открытия сезона, задерживают и составляют протокол на них. Я вам скажу так, если я считаю с буквой закона, то госинспектор прав. Еще вопрос, Константин Александрович. А вот какие-то изменения в законодательстве касаемо охотников ожидаются в 2019-2020 году? В 2019 году, наверное, уже изменения мы не успеем дожат. До конца года осталось немного времени. Но надеемся, что в 2020 году наконец-то выйдет нормативно-правовой документ, который обяжет охотников на сдачу охотничьего минимума при получении охотничьего билета. Это очень важный вопрос, потому что у нас это является, так сказать, бичом, когда вступившие охотники, молодые охотники стреляют по всему тому, что видят. То есть они не знают ни птиц, ни зверей. Поэтому, когда ведут этот экзамен, я думаю, уровень профессионализма наших охотников только возрастет. В конце нашего интервью Константин Александрович сказал напутственное слово охотникам и еще раз предупредил об ответственности за нарушение правил охоты. Ну, я вам скажу вот так. Напутствие, я маленечко исправил охоты охотникам нашим дорогим и любимым дам. Вот сейчас у нас в преддверии сезона охоты на копытных животных. Охотники должны понимать, очень у нас тоже, когда начинается у нас охота на копытных, в основном коллективная охота. Ну, в основном. Есть, конечно, индивиды, которые одни охотятся. То есть должны понимать, что это очень опасная охота. Должны составить список охотников. То есть ответственно, должен четко расставить всех по номерам, объяснить всем задачу, то, чем должен заниматься. Если максимум собой иметь средства связи, что если один уже добыл, то второй, чтобы случайно не получилось, добыча двух. Также применение на коллективной охоте нарезного полуавтоматического оружия с местимостью магазина более пяти патронов запрещено. Тоже очень часто это нарушение встречается. Если будем брать дальнейшее, то должны не забывать, что у нас сейчас тоже бич начался, что применение приборов ночного видения, тепловизоров, применение световых устройств, это все запрещено. Запрещено, кроме применения тепловизоров ночного видения на вышках выше двух метров. Да, абсолютно правильно. Охотникам нашим что хочу пожелать? Чтобы в лесу они относились бережней к нашей природе. Поменьше оставляли после себя мусора на всех станах. То есть чем мы будем бережнее относиться к природе, тем природа к нам тоже будет относиться с должным пониманием. В процессе подготовки программы Минприроды России были даны разъяснения законодательства от 4 октября о том, что транспортировка через охотничьи угодья орудий охоты, исключающих осуществление деятельности, связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, неправомерно приравнивать к охоте. Ликованию многих охотников не было предела. Все стали распечатывать это письмо для предъявления при встрече с госинспекторами. Но юридически грамотные люди понимают, что это письмо не является официально нормативно-правовым актом. Есть закон, и он суров. Нахождение в охоту угодьев без разрешения приравнивается к охоте. Вот такая коллизия. С этим согласился и Константин Александрович, когда мы попросили прокомментировать это письмо Минприроды. Поэтому любите природу и соблюдайте правила охоты. Первобытные охотники приручили предков современных собак и приспособили их к охоте еще в каменном веке. Первые гончие породы использовались еще в Древнем Египте и Осирии. В России псовая охота отличалась крепкими, многовековыми традициями. Охота с любой породной гончей-собакой, если она правильно выращена, воспитана и нагонена, доставляет охотнику незабываемое удовольствие. Среди охотников принято гончих называть выжлицем и выжловкой. Охотничьи термины распространяются и на части тела гончей. Например, хвост у гончих называется гоном, а морда – чутьем. Смотрим сюжет о гончих. Скажите, пожалуйста, в чем же суть охоты с гончими? Суть охоты с гончей – для настоящего гончатника – это работа, прежде всего, работа собак. Их музыкальные голоса, общение с природой, общение с друзьями. Если взять более глубже и теоретически, то это гон зверя. Собака поднимает зверя, начинает его гнать, охотник стреляет. Как это у вас на практике происходит? Очень элементарно. Приезжаем на охоту, выпускаем собак. Собаки уходят в полос. Вот как сейчас, допустим, они отдали голос. Все, это уже подали знак, что есть зверь. Ну и все, подстраиваешься под собак, слушаешь их голоса. Голоса с первого круга. Как бы зверей обычно не берем. Надо ему погонять. И где-то второй, третий круг уже забираем зверя. Как вы понимаете, что собака напала на след? Ну, во-первых, конечно же, видно по собаке, когда она попадает на жировку. То есть собака припадает к земле. Всем своим видом показывает, что здесь зверь был. Начинает усиленно искать. Гон работает очень сильно. Потом, когда зверь поднимается, собака начинает отдавать голос. Ну, некоторым людям непонятно, что такое гон. Начинающим охотникам это, будем говорить, хвост. Вот. Ну, вам-то понятно это? Вот. Ну, все. Вот сейчас как бы зверьки проходил. Вот смотрим и ничего не можем пока понять. Сейчас мы по собаке понимаем, что тут недавно был зверь? Да. Да, абсолютно верно. Сейчас вот, может быть, и ночью он здесь ходил. А мы с вами говорили о многоголосье. Как вы можете понять, что, напала ли она на след, или зверь недавно был здесь? Одна из ценностей гонщиков – это их голоса. То есть собака, поднимая зверя с лёжки, начинает отдавать голос. Гончатники не говорят, что собака лает. Она именно отдает голос. Голоса у гонщиков своеобразные. Звонкие, музыкальные, доносчивые. Также они делятся по… Ну, есть верность отдачи. Один из пунктов, по которым расценивается собака. Что это такое? Верность отдачи. Собачка должна отдавать голос только по следу гонного зверя. То есть, когда она находит жировку, собака должна молчать. То есть, оценка, высшая оценка за то, что собака молчит. Только когда она помкнула зверя, охотник знает, что зверь на ходу, и она преследует этого зверя, ну, по голосу мы ориентируемся. Ну, также по голосу можно различить, по какому зверю работает собака. То есть, опытный охотник всегда знает, какого зверя собака подняла, даже не видя его. То есть, по зайцу это, ну, собака отдает определенным образом, может быть, более как-то ярко, более там музыкально. Если это красный зверь, лиса в данном случае, в нашей местности, то это будет более злобный голос, более такой немелодичный, отрывистый. Поэтому, ну, охотник сразу знает, кого подняла собака. Ни для кого не секрет, что собаки тоже имеют свой характер и тип темперамента. Кэрри – это которая более старшая, двухцветная собака. Она более спокойная, более так, ну, меланхоличная, что ли. У нее нет такого небольшого недостатка, как добор. То есть, она вот именно отдает свой голос только по зверю, ну, погонному зверю. Это характеризует ее как, ну, уравновешенную собаку. Джесси более темпераментная, наверное, более чутистая. Поэтому, когда она попадает на жировку, ее темперамент, ее чутистость, ну, заставляет ее, толкает, ну, на отдачу голоса. То есть, добор у нее, конечно, не критичный, если смотреть по нашим меркам. Но, тем не менее, он присутствует. В сфере охоты с гончими, как и в любой сфере жизнедеятельности, существуют проблемы. В том числе и на законодательном уровне. Раньше, совсем раньше, у охотников с гончими была льготная охота. То есть, если охота общая на зайца открывалась, допустим, с 1 октября, то у гончатников, особенно у тех гончатников, чьи собаки имеют полевые дипломы, им разрешалась охота на две недели раньше. Так поошляли отечественное собаководство для развития, ну, отечественных пород гончих собак. Сейчас, в данный момент, этого нет. О гончих, в законе об охоте, вообще ничего не сказано. Значит, охота на зайца, по законодательству, должна открываться 15 сентября. Но в нашем регионе, 4 или, там, не скажу точно, сколько лет назад, закрыли, ну, сместили сроки охоты, и теперь общее открытие у нас 25 октября. Это не дает в полной мере охотникам-гончатникам насладиться этой замечательной, традиционной русской охотой в полном объеме. Потому что пора чернотропа в наших сибирских условиях очень коротка. И порой уже в конце октября, в начале ноября ложится снег, и собаки работают по белой тропе. Много было запросов в разные инстанции. Ну, ответа положительного какого-то, или вообще более-менее внятного ответа на эти вопросы нет. Да, была численность зайцев какое-то время небольшая. Согласны были все с тем, что охоту ограничили. Но сейчас, буквально с прошлого года, сезон охоты увеличен, но увеличен в зимний период. Гончатников это никаким образом не коснулось, поэтому мы также переживаем за свой сезон. Хотелось бы, даже если есть ограничения, чтобы охоту с собаками открывали с 1 октября. Это даст возможность увлеченным людям заниматься своим любимым делом. Расхожее мнение о том, что охотник-гончатник выбивает в своем лесу большое количество зверя, совершенно неверно. Об этом могут рассуждать только люди, которые далеки от охоты с собакой. И потом, еще немаловажный момент, многие гончатники не стреляют в зверя. Для них важна именно работа собаки. Дорого ли обходится содержание собаки гончих пород? Сумма примерно, ну, идет где-то на каждую собаку от 4 тысяч, ну, там, может, и повыше. Их как две собаки, получается, где-то у нас около 8 тысяч уходит в месяц. Плюс надо взять путевки, плюс надо прививки. Каждый день, грубо говоря, надо мясо гончиха где-то около 200 грамм. Ну, 200 грамм. Каждый. Ну, и, конечно, вспоминается старый анекдот о рентабельности охоты. Когда, суммируя затраты на охоту, понимаешь, что мясо с рынка гораздо дешевле. Но зайцев не продают. Добыть звери на этой охоте нам не удалось. Поэтому наш сюжет хочется закончить словами классика русской охотничьей рыболовной культуры Леонида Павловича Сабанеева. В чем, собственно, состоит привлекательность охоты с гончей? Далеко не в добычливости. Цель эта гораздо проще и выгоднее достигается другими способами. Вся прелесть в хорошем гоне и в тех ощущениях, которые испытывает охотник под влиянием собачьих голосов. Последние обстоятельства, по крайней мере, для ружейного охотника – все. С вами была программа «Мужской сезон» и мы ее ведущие Евгений Левин и Анастасия Гарусова. Мы ждем обратной связи. До встречи на канале ЭНСК-49. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok